Россия продолжает цинично обстреливать мирные украинские города. Как минимум три человека погибли, ещё 15 ранены вследствие нанесённого удара в пятницу вечером по Днепру. Из шести ракет четыре удалось сбить. Из-за обстрела могут быть перебои с поставкой воды, говорят в областной администрации. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживлённой улице рядом с ним. Масштаб разрушений выясняем. Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной военной администрации. Под огнём противника оказались и приграничные территории Зеленодольской общины. В результате загорелось поле. Уничтожено пять гектаров пшеницы. Обстреляли российские оккупанты и большую часть Донецкой области. Из ураганов выпустили снаряды по Бахмуту. Частично разрушены десять многоэтажек. Попали по местному рынку, магазинам. Пострадало шесть мирных жителей. Генеральная прокуратура Украины открыла производство по факту нарушения ведения войны. Кассетными снарядами российская армия накрыла и Славянск. Но, к сожалению, Славянск снова обстреляли. Снова РСЗО. Кассетные снаряды. Есть погибшие, есть раненые. В Краматорске снаряд упал прямо на площадь мира. После него осталась огромная воронка. Обошлось без жертв. Пострадала также телестудия государственного предприятия, мультимедийная платформа и навещание Украины. Общий объем повреждений устанавливается. В Константиновке вследствие обстрелов российской армии частично разрушены пять многоэтажек. Один человек получил ранение. А это то, что осталось от Николаевского кораблестроительного университета после ракетного удара. По городу в пятницу прилетело 10 снарядов. Также повреждено педагогическое высшее учебное заведение, частные многоэтажные дома. О жертвах не сообщается. Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве. Это наш, Николаевский, и Санкт-Петербургский, Ленинградский тогда еще. Вот мне интересно. То есть они заблокировали нам порты, заблокировали море, уничтожают порты. Сейчас уничтожают кораблестроительный университет, единственный, который есть в принципе. Как бы отреагировали они, если бы по Питерскому университету прилетело бы сейчас пять ракетов. После относительного затишья под удар в пятницу снова попала Одесская область. Противник нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одну ракету сбили наши подразделения противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет. На фронте ситуация напряженная. Противник обстреливает украинские позиции с тяжелой артиллерии, однако продвинуться ему не удается. Россияне пытались оккупировать село Богородичное Донецкой области. Атаки были отбиты. Остановили украинские военные также штурм Нагорного и Белогоровки. Там противник безуспешно пытается взять под контроль участок дороги Бахмут-Лесичанск. Отбиты все атаки и на других направлениях. Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое-Водяное, Владимировка-Водяное и Егоровка-Павловка. Под огнем украинских воинов вражеские силы отошли. Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка-Спорная, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина. Как результат, оккупанты понесли потери и отошли. По-прежнему ВСУ держит оборону на оставшейся под контрольной Украине части Луганской области. По словам главы военной администрации Сергея Гайдая, противник несет значительные потери, однако продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. «Мы победим. Не будет другого варианта. Глядя на те фотографии и видео, которые к нам приходят из разных населенных пунктов, работы будет очень много, потому что вся эта армия российская уничтожила полностью всю инфраструктуру. Много домов уничтожено». Закончить войну вполне возможно уже в этом году, уверяют в Министерстве обороны Украины. Однако для этого необходима большая помощь от международных партнеров. Речь идет о тяжелой технике, которая поможет пойти украинской армии в контрнаступление. Только за последние недели при помощи американских реактивных систем залпового огня «Хаймерс» вооруженные силы Украины уничтожили более 30 логистических объектов противника. Наталья Гаевская, Александр Белов. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала ЮАЙ.